Вот несколько рисунков легко Выберите, какой с вашей точки зрения Вот каждый, для себя прикиньте Какой самый лучший? У кого еще какие мнения? Нет Все понятно Вот это, конечно, два самых лучших Ребята, обратите внимание То, что вы делаете с бумагой Это не работа с тенями Это не накладывание тенями Вы просто пачкаете бумагу Тень, это штука очень сложная и деликатная И прежде чем научиться работать с тенью Абсолютно необходимо научиться линейному рисунку Вот посмотрите, вот здесь Хоть одна тень есть? Нет А объем понятен? А объем понятен То есть фигура не плоская, а объемная Изображена И ясно, какая часть выступает Какая часть проваливается И ясно, под каким углом развернут Вот линейный рисунок Это король всех рисунков Если овладел линейной техникой Дальше можешь сделать все, что хочешь Заодно, обратите внимание, вот сюда Вот у вас линейный рисунок конечностя Вот теневой И вы, вероятно, скажете, что этот лучше А вот это теневой или нет? Нет Обратите внимание, никакой штриховки нет А эффект сходный с тенью достигнут? Угу Значит, вот это техника дублеров На самом деле делается рисунок Линейный рисунок И в том месте, где вы хотите Выделить затененный участок Посмотрите, что сделано Ну просто посмотрите внимательно Что в этих местах сделано А как линии проявлены? Правильно Да Значит, они дублируют главную линию Это сделать намного проще Чем реально теневой рисунок Но вот этот вот грамотный теневой рисунок Вы не зря на него обратили внимание Но работать на этом уровне можно только Если сначала научился вот так А иначе просто никогда не будет Ну а дальше Если вот это поехало Дальше можно вот так переходить Не знаю, в этом году хватит у нас времени или не хватит Чтобы в конце занятий поговорить с души Но это ведь почти ваши ровесники Это восьмиклассники Так А рисунки эти на уровне вполне профессионального Художника, графика, оформителя Причем не просто какой-нибудь А вполне такой деловой, научной литературы Может показаться Зачем вообще биорисунок в двадцать первом веке Какой-то восемнадцатый век Давно-давно есть фотографии и так далее Алчуртас-два Если вдруг поступить на биологическое отделение И всерьез биологией займетесь Увидите Берете вы дивный совершенно материал Из сети взяли или хорошо изданную книгу Там отличный фотоматериал, очень хороший Но так, Павлович, ну как проще разобраться с объектом Для себя помять все детали строения, устройства, работы По фотографии или по рисунку Если рисунок сделан качественно, конечно, по рисунку В этом случае можно опустить все второстепенные детали И выделить только важное Понимаете? Мне могут возразить, что на самом деле Фотошоп позволяет и с фотографией сделать все что угодно Правильно позволяет Если человек, не умеющий рисовать рукой Садится за фотошопом Что, по-вашему, программа сама за него решит Что и как делать Если человек сам этого не умеет Никакой фотошоп ему не поможет Так что уровень человека, умеющего рисовать и после этого работающего с компьютером Один А уровень человека, не умеющего рисовать и работающего с компьютером В принципе, один другой Так что рисунок, рисунок и еще раз рисунок Штука важная Но тем более, когда вы что-нибудь подобное сделали Вы на всю жизнь запомнили, как это устроено Так что сначала у нас с вами будет Никакой не теневой, конечно А простой линейный рисунок Субтитры создавал DimaTorzok